Сверить позиции в середине пятилетки и вовремя скорректировать задачи. Сегодня в Доме правительства кабинет министров, Нацбанк и руководители местной вертикали власти держали отчет перед главой государства. С момента предыдущей встречи в подобном формате прошло пять лет. С одной стороны, есть много моментов, которые стоит занести правительству и Нацбанку в зачет. С другой, не все поручения выполнены, а по самым болезненным темам. Цены, зарплаты, занятости, неравномерное развитие регионов пока больше вопросов. Если экономика делает долгожданные шаги в сторону роста, то почему люди не ощущают этого на своем благосостоянии? К примеру, заработная плата. В конце прошлого года она формально приблизилась к тысяче рублей в среднем. Но эта средняя слагается из столицы, где заработки традиционно выше годовых премий, доплат отпускных. А между тем, реальная зарплата у половины населения ниже 640 рублей, не говоря уже о том, что у 10% не достигало и 300. И с этим нужно что-то делать. Или вот еще вопрос. Если инфляция впервые за всю историю независимой Беларуси показала минимум, то почему рост цен люди называют проблемой номер один? Остро стоит вопрос с рабочими местами. Да, за год их создано 70 тысяч вместо 50 тысяч запланированных. Но чаще всего это невысокопроизводительные рабочие места. В регионах же, где с трудоустройством ситуация особенно напряженная, эта проблема особенно актуальна. Для Александра Лукашенко решение этих задач правительства вопрос принципиальной и разобщенности в действиях власти здесь быть не должно. Самое важное, что особенно подчеркнул президент, за сухими цифрами статистики. Пусть и статистики роста власть должна видеть прежде всего простого человека. С подробностями принципиального разговора Андрей Лаптенок. Для масштабной экономической дискуссии был выбран Дом правительства, где ежедневно к исполнению принимаются десятки решений, влияющих на развитие всего народного хозяйства страны. Именно сюда сегодня прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко, представители президентской администрации, губернаторы и весь кабинет министра в полном составе. Надо напомнить, что традиционно расширенный отчет правительства и Насбанка проводится в середине пятилетки. Но, как отметил президент, обращаясь к участникам сегодняшнего мероприятия, необходимо скоординировать усилия, а возможно где-то и скорректировать задачи, стоящие сегодня перед исполнительной властью. Ключевое слово вовремя. Казалось бы, с хорошей статистикой 2017-го, которую последние месяцы докладывало правительство, логично дождаться итогов за первый квартал. Но в календаре только 2 марта. Именно поэтому в оперативном решении заслушать отчет наблюдатели видели главную интригу, которую, впрочем, глава государства очень быстро развеял. Здесь все просто. Экономика показала рост, но всего лишь сдержанный и далеко не по всем позициям. И каждому нужно задать себе вопрос. А реальный человек, рабочий, бюджетник, учитель или врач почувствовал это на своем кошельке? Опросы общественного мнения показывают далеко не все. Сегодня мы должны разобраться с тем, что скрывается за средними цифрами и дать оценку качественной стороне этих успехов, если они есть. Насколько то, что премьер-министр называет выходом на траекторию роста таковым является? Как выполняются мои поручения по реальному повышению уровня жизни нашего населения? О новой фазе подъема говорят не только в правительстве. По предварительным оценкам, в январе был рост экономики, кратно растут объемы выдачи кредитов. Во всем мире эксперты считают именно этот индикатор важным признаком оживления экономики и подъема потребительского спроса. Скорее всего, ВВП, с моей точки зрения, по тем факторам, которые я говорил, в первую очередь, это из-за мировой конъюнктуры. Второе, это наконец-то должны уже давать, есть все основания говорить, что те миссионные проекты, на которые были вложены миллиарды долларов, потрачены года, я думаю, что в 2018 году и как в конце 2017 они должны давать эффект. Так все-таки начало положительной тенденции или временный всплеск? Президент спрашивает премьера, что стоит за результатами, циклическое оживление, благоприятные внешние условия или и в самом деле, вот он, качественно новый рост за счет внутристрановых факторов. Глава государства заостряет внимание участников собрания на конкретных проблемах экономики, которые бумерангом бьют по простому человеку, а также на принимаемых кабинетом министров мерах. Информация, которая ко мне поступает, говорит о том, что люди улучшений пока не ощущают. Половина жителей страны считает, что в 2017 году социально-экономическая ситуация продолжала ухудшаться, но около 40% населения изменений не заметили. Понятно, что это социологический опрос, понятно, что это зависит от всяких настроений, но социологические опросы сопоставимы. И мы сравниваем их. Прошлый год, позапрошлый и так далее, лучшие годы. При этом члены правительства, местные органы власти увлеклись иным показателями и их достижениями. Цифра стала важнее сути. Такие подходы – это решение одного дня, и людям от этого лучше не станет. Я ознакомился с отчетом правительства об итогах года в выполнении моих ключевых поручений. Текста на несколько пачек бумаг. А в конце вывод предлагаем снять 85 поручений из контроля, как выполненные. Какое здесь снять? Вы, Андрей Владимирович, высшее должностное лицо, и проблемы замусоливать, прятать их не следует. Здесь мы и собрались для того, чтобы в этом кругу эти проблемы обнажить, для того, чтобы решать задачи, которые поставлены перед страной. Если правительство проблем не видит, то попытаемся сегодня их вычленить и конкретизировать. К примеру, за 7 лет мировой ВВП вырос на 25%. Рост нашего валового внутреннего продукта не дотянул даже до 6%. Финансовый кризис, конъюнктура – это отговорки. Если мы растем медленнее, чем другие, значит мы отстаем. Отстаем от мира в развитии, технологиях и, конечно, уровне жизни людей. Цифры из отчета правительства. Инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, составила 4,6%, при прогнозе не выше 9%. Базовая инфляция за год снизилась в 4 раза – с 10 до 2,5%. В экономике просматривается тренд на дедолларизацию. В 2017-м белорусы стали чистым продавцом валюты. Росли рублевые вклады, снижалась ставка рефинансирования. Впрочем, этого мало, чтобы правительство получило окончательный кредит доверия от населения. Результат станет по-настоящему отличным, если изменения почувствуют не Белстадт с Авмином, а жители самой отдаленной Полесской деревни. Все равно тяжеловато людям жить. Очень высокие цены на продукты питания. И очень низкие зарплаты у научных сотрудников. Чтобы больше внимания уделяли молодежи. Вы знаете, очень много молодежи не работает. Поэтому, хотя и принято постановление о том, чтобы молодежь работала, но, по-моему, надо больше и заставлять работать. И это голос столицы, где по определению уровень жизни выше, чем в регионах. А в этих самых регионах ситуация тоже складывается по-разному. Глава государства приводит цифры. Валовый региональный продукт приличный. Не только у Минского и Гродненского регионов. За прошлую пятилетку и два года текущий рост на 28 и 13 процентов соответственно. В остальных стагнация. За семь лет Брещина добавила менее 5 процентов. Гомельщина 3 процента. Витебщина 2 процента. В РП Могилевского региона за семь лет даже сократился. Президент отметит, подобного рода дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабным проблемам в стране. В правительству и облсполкомам поставлена задача. Жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе. Желание нормально жить и расти детей, возможность трудиться с интересом и с пользой потратить заработанное должны быть в любом уголке нашей страны. Основа этого прежде всего создание новых предприятий. В этих целях наше небогатое государство по крупицам собирает деньги и направляет их в инвестиционные проекты. Решение вроде лежит на поверхности. Экспортно-ориентированная экономика осуществит прорыв, если разгрузим склады и будем создавать больше предприятий, желательно инновационных. Ставка сделанная на инвест-проекты, куда Беларусь направляла миллиарды заработанных и сэкономленных средств, должны были хренным образом повлиять на развитие периферии. Главным условием здесь было создание высокопроизводительных рабочих мест. Пока не совсем срослось. А ведь именно такие предприятия основа роста, говорит Александр Лукашенко. Крайне настораживает то, что исполнение решений главы государства искажается. Мое требование стоит в том, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места. Они и есть основа роста, на них можно зарабатывать приличные деньги, а не просто выплачивать зарплату, как это было у нас, в том числе и в декабре. Высокопроизводительных рабочих мест примерно 5% вот созданных. А на уровне райисполкомов, администраций городов, как мне доложили, слова «высокопроизводительные рабочие места» даже не слышали. Положительная статистика из уст того, кто отвечает за эти параметры, это, конечно, хорошо, но президент принимает цифры сдержанно, понимая их реальную цену. ВВП вырос, но не компенсировано падение даже одного 2016 года. До лучших результатов 2014-го еще наработать 4%. Госдолг растет быстрее экономики, настоящий бич – огромная закредитованность белорусских предприятий. Принимается аксиома – приоритет правительства повышение жизненного уровня граждан. Но делать это следует в том числе и за счет более эффективной работы государственного аппарата. Но именно здесь эффективность подменили эффектностью. Вы же буквально выдавили из предприятия эту среднюю тысячу в конце года. А надо выдавливать в течение года, каждый месяц. Они обязаны это делать. Три четверти населения практически этой зарплаты не видели. У половины ниже 600 с половиной рублей. 10% населения смогли заработать не более 300 рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет. Но хочу губернатору предупредить, не только премьер-министра. Смотрите, нарветесь. Наверное, слишком хорошо вы живете и слишком далеко оторвались от людей. Забыли, что на 300 рублей человек просто существовать сегодня не может. Поэтому напрягайтесь. Экономьте на чем хотите, но зарплату людям платите. И я уже предупредил. Я понимаю, что вы вышли в декабре, там примерно к 1000 рублей. В январе она упала. Ну, понятно, прогуляли полмесяца практически. Отдыхали, Новый год, праздновали Рождество. Февраль короткий там месяц. Но к концу первого квартала ваша задача восстановить 1000 рублей. И в течение года превзойти эти 1000 рублей за счет кого? За счет подъема заработной платы тех, кто в подвале находится, грубо говоря. А там у нас основа нашего государства. Учителя, врачи, культурные и социальные работники. Те, кто смотрит наших детей в детских садах. Кто нянчится с ними не только в садах, но и в школах. Безумие держать на голодном пайке этих людей. После вступительной речи президента наступило время для отчета министров. При этом журналисты отметили порядок выступлений. Первое по регламенту. Глава статкомитета Инна Медведева. У нее в портфеле цифры и факты итогов 2017. Из семи ключевых показателей задания выполнены по шести. Рост ВВП, производительность труда, экспорт. Удалось снизить инфляцию. Далее много статистики со знаком минус. Среди которой низкий объем привлеченных прямых иностранных инвестиций, закредитованность, задолженность по зарплатам. Зарплаты, цены, занятость. Три ключевых вопроса, на которых делал акцент президент. Спрашивает и сегодня. Но у правительства и надстата показатели безработицы расходятся. Тема занятости все равно остается актуальной. Посмотрите, 293 тысячи населения у нас безработные. Это первое. Второе. По нашим данным по обследованию выборочного обследования домашних хозяйств по изучению занятости, время их поиска работы увеличилось до 9 месяцев. Каждый четвертый ищет работу год. Сегодня говорим мы здесь. И ссылаться на то, что демографическая ситуация такова, мы должны думать и про эту категорию. 30% безработных, это молодежь, до 31 года. Одно из поручений на сегодняшнем совещании – разобраться с ростом цен. Президент приводит в пример. При общей инфляции менее 5% молочные продукты подорожали на 10 с лишним. И это в стране, где такого продукта в избытке. Так кто же все-таки собирает пенку с молока? Производители, переработчики или торговля? И куда смотрит антимонопольное ведомство, у которого беспрецедентные полномочия и поручение президента не допустить необоснованного роста цен? Почему пообещав президенту предназначение, что вы железно, как вы сказали, возьмете за эти цены и так далее, мобилизуете народных контролеров, если они у вас остались в советских районах, профсоюзы, комсомолы и так далее, вы отмониторите вместе с комитетом госконтроля, наведете порядок ценообразования. Я вам даже больше дал право. Увидите рост цен на каком-то предприятии, отворачивайте головы. Я вам дал полномочия, которые не имеет ни один антимонопольный комитет. Почему вы не воспользовались этим правом и не утихомирили подобных в стране, которые сегодня взвинчивают цены? Товарищ президент, нам понадобилось действительно время. Сегодня все производители, переработчики включены в реестр доминантов, и мы на этот год установим уровень роста цен на переработчиков на молоко и молочную продукцию на уровне инфляции. Мы эти соглашения подготовили и об этом решение приняли на коллегии. Ударит в набат с предложением поддерживать отечественного товаропроизводителя потребительским кредитованием спикер Верхней Палаты Парламента экс-премьер Михаил Мясникович, к слову, руководитель мониторинговой группы. По его словам, рост потребительского кредитования – прямое следствие роста импорта. Считаю, что непродовольственными потребительскими товарами правительство занимается недостаточно. Нет ни рыночных стимулов, ни директивных заданий. Обвинит правительство в формализме глава госконтроля Леонид Анфимов приводит пример. До 1 января было поручение разработать программы по развитию регионов. В 78-м правительство рапортует, что программы социально-экономического развития на 2016-2020 разработаны во всех областях, в городе Минске, районах, городах областного подчинения. Но, судя по содержанию, это стандартные цифровые задания, принимаемые по шаблону из года в год и близко не подводящие к сути поручения главы государства. На список общих претензий в бумагах у премьера свои аргументы. В Беларуси сохраняется стабильность на валютном и финансовом рынках. В 2017-м компенсировано отставание 2016-го года. По словам премьера-министра, экономика развивается в целом в соответствии с основными параметрами программы до 2020-го года. В полном объеме и в основном срок рассчитались по валютным обязательствам. Бюджет исполнен с профицитом в 2017-м году 2,8 миллиарда рублей, который направлен на погашение части внешнего долга. Все социальные обязательства выполнены при соблюдении режима жесткой экономики. Главный вывод – мы живем по средствам. Затем сдержанная самокритика. Пример посетует на проблемы нехватки кадров строительства, по причине чего стагнирует возведение целого ряда знаковых объектов. Завод сульфатной целлюлозы в Светлогорске, строительство картонной фабрики в Добруше, АЭС в Островце. – Объясните мне, пожалуйста, такой факт. У нас не хватает людей на атомной станции. У нас, как вы говорили, в Светлогорске, в Добруше. Можно перечислять эти объекты. Не введены вовремя в строй. Опять отмечается, что нет строителей. Строительная индустрия умирает. Как понимать? – Ну, Александр Георгиевич, я бы не сказал, что строительная индустрия умирает, хотя… – Что вы не сказали? – Потому что сейчас растут объемы. И я уверен в том, что в 2018 году объемы будут более уровня. И с 2017 года наметилась тенденция роста. Но, тем не менее, справедливый вопрос. У атомной станции были проблемы с количеством людей, которые должны работать на стройке белорусских строителей. Связано это было с тем, что требуется высокий квалификационный уровень. И не все строительные организации способны его обеспечить. Нужна серьезная инженерная подготовка. – У нас строители без работы едут в Польшу и черт знает куда. Почему мы, имея огромные стройки в стране, нереализованные, почему мы сами не строим? Это же благо. Сегодня рабочих мест куча. – Совсем должна быть другая заработная плата у рабочих. Второе. Нам необходимо активизировать работу строительной индустрии в части строительства жилья. Мы резко сократили кредитование на жилье. – Строительство. Еще один блок сегодняшнего обсуждения. При нерешенной проблеме обеспеченности с жильем локомотив экономики время записать в двоечники. В жилищном большой расчет на льготное кредитование. Коммерческие кредиты потянуть не всем. В сторону банков тоже ремарка. Прибыль за 2017 год – полмиллиарда долларов. Вопрос от президента. Куда пойдет такая колоссальная сумма? Ответ от банкиров на дивиденды и развитие банков. Но Александр Лукашенко настаивает. Средства должны работать на экономику в целом. А значит и каждого белоруса. Впрочем, вопросы накопились ко всем. Но выслушав каждого, глава государства делает вывод. В органах власти нет согласованных действий. Президент призывает устранить разобщенность. Как вы можете работать на единую цель, если один требует профицитный бюджет, а другой увеличить расходы на господдержку? Создаете комфортную бизнес-среду? И при этом налоговым кодексом делаете сто шагов назад? Привлекаете инвесторов, но в то же время принимаете решения против них. Говорите о необходимости повышения эффективности государственного сектора. И не можете навести порядок даже с неиспользуемым имуществом. Обострение протекционизма, грубое нарушение международных правил торговли, борьба за доступ к технологиям, ресурсам и рынкам сбыта. Это новые реальности, те условия, в которых нам всем предстоит жить. Необходимо именно развитие инновационных сфер экономики с производственным циклом, с высоким уровнем добавленной стоимости. И это требует создания высокотехнологичных, высокопроизводительных рабочих мест. Расширение данного сектора, оно повлечет за собой развитие всех остальных сфер. Чтобы не чувствовать себя комфортно, но хотя бы выживать, предложенных в том числе и внешними обстоятельствами и условиях, президент называет главные ориентиры для правительства Натбанка и руководителей регионов. Рост ВВП и повышение конкурентоспособности наших товаров. Задача уже следующей пятилетки – достичь планки ВВП в 100 миллиардов долларов США. Только это позволит иметь зарплату тысячу долларов и не скатиться в ловушку бедности. Ужесточить требования к инвестпроектам, поручение президента Минэкономики, разработать новые, простые, но жесткие требования к инвестпроектам с бюджетным участием и гарантией государства. Экспорт. Не решена проблема товарной и географической диверсификации. Ни одна из наших проблем внутри Евразийского экономического союза не снята. Но власть открыта к любым новым экспортным инициативам. На традиционном рынке легче продавать, но надо идти на новые рынки. Мы видим, что происходит в России. Мы видим, вот сегодня они захотели, купили, завтра отказались и не купят. Надо идти. Китай всю белорусскую молочку, все белорусское мясо купит, и ему будет даже мало. Надо просто активнее идти в новые регионы. Денежно-кредитная политика. Важно добиться низкой инфляции не только на бумаге, но и в жизни. Рост цен для населения должен перестать быть проблемой номер один. И, наконец, инвестиции. Им глава государства дает зеленый свет. Никакой волокиты и бюрократизма. Более трех с половиной часов общения дискуссия о путях развития получилась жаркой для участников, а для журналистов и наблюдателей пролетела незаметно. Впрочем, как говорил президент, для всех нас важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития. За цифрами скромного роста, и тем более за цифрами неудач, считает судьба людей, молодежи, пенсионеров, бюджетников. Большая экономика – это хорошо, но иногда нужно приземляться и подумать о том, как живется тем, у кого зарплата все еще в 300 рублей. Текущий год – это центральный год пятилетки. Люди ждут и должны почувствовать реальное улучшение ситуации в экономике, увидеть, что могут зарабатывать больше и обеспечить себе достойное качество жизни. Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития. Текущий год – это центральный год пятилетки. Люди должны почувствовать реальное улучшение ситуации в экономике, увидеть, что могут зарабатывать больше и на этой основе обеспечить себе достойное качество жизни. Когда принимаемые меры работают, страна двигается вперед. Задача – помочь этому движению, чтобы каждое решение приводило к изменениям в жизни граждан. Объемы стройки возрастают, финансирование возрастает, и отрасль должна показать свой плюс и на внутреннем рынке, и на внешнем, на экспорт. Наработка есть и по экспорту, серьезные наработки. Мы сегодня уже имеем ряд предложений и в Российской Федерации, и в Коми, и в Калужской области, по строительству школ, детских садов. Это все будет реализовано. Поэтому все задачи, которые ставят представители в октябре отрасли, в 18-м и по результатам пятилетки, они будут выполнены. Экономика Беларуси развивается, что признают не только союзники Минска. Прогресс заметили и крупнейшие рейтинговые агентства. В начале текущего года Беларусь получила с их стороны и со стороны Организации экономического сотрудничества и развития улучшение кредитного рейтинга. Разумеется, население в первую очередь заботит не рейтинги. Люди думают о тех проблемах, с которыми сталкиваются каждый день. Когда платят высокую плату за коммуналку или вынуждены брать кредит. Когда не могут попасть утром на работу из-за отсутствия моста, попасть к нужному врачу или записать ребенка в хорошую школу. Проблемы каждого человека видны. Их решение – дело времени. В последние годы было непросто и населению, и государству. Но даже в этих условиях удалось достичь неплохих результатов. И наработанного ни в коем случае нельзя потерять. Андрей Лоптенок, Наталья Бреу, Светлана Лукхенюк, Виктор Шпак и Николай Рузавин. Агентство теленовостей.